Местные жители уверены, не только ливневые дожди этим летом стали причиной потопа в деревне Лохино и окрестностях. Раньше вода уходила в местный пруд, но недобросовестный предприниматель решил его засыпать. Это и привело к затоплению участков. Активисты обращались во все инстанции. Незаконность работ на водоеме подтвердил суд. В прошлом году состоялось решение суда, в соответствии с которым собственникам этого земельного участка обязали очистить береговую полусвойные объекты, обновления и так далее. Значит, нами дважды направлено свадьбу из судебных рисков в спонтный риск и, соответственно, просьба будет спонтный предприниматель. Сначала огородили забором, потом стали закапывать. Местным жителям удалось добиться сноса ограждения. А вот остановить работы не получилось. Даже решение суда бизнесмену не указ. Как результат, пруд остался лишь на фотографиях. Эта земля не разграничена собственностью нашей семьи. Она не частная собственность, а общая. И поэтому необходимо немедленно принять все меры для того, чтобы остановить. Мы не говорим о том, чтобы беспредел пруд засыпать. Есть решение суда, пускай исполняют. Ситуацию с прудом в Лохино глава Одинцовского округа Андрей Иванов взял под личный контроль. Давайте за моей подписью тогда и в прокуратуру, и в УБЭП, все надзорные станции. Еще раз сделаем обращение. Приставов давайте пригласим к себе. Что там за такая вялость у них. Вялость у них в суставах появилась. Такой вроде очевидной ситуации. В ближайшее время в деревню Лохино выйдут все заинтересованные стороны, представители прокуратуры, полиции, местные жители, чтобы зафиксировать нарушения. Поставить точку в этой истории предстоит правоохранительным органам. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.